А вот в Волжском напечатано 1200 открепительных удостоверений. Они рассчитаны только на полицейских и членов избирательных комиссий. Всего же в городе без малого 224 тысячи избирателей. Для того, чтобы они могли воспользоваться правом голоса, организовано 99 избирательных участков. Сейчас полным ходом идет их подготовка к единому дню голосования. Репортаж Людмилы Кухревой. На Волжском избирательном участке номер 1134 почти все готово к выборам. Есть видеокамеры, индивидуальные кабины оборудованы, чтобы обеспечить тайну голосования. Новшества – прозрачные стационарные урны. В будущем на них будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, или сокращенно КАИБы. Сейчас такие электронные сканеры есть на 24 избирательных участках Волжского. Тем избирателям, на избирательных участках которых будут использоваться эти КАИБы, мы уже вместе с пригласительным направили такую памятку, как пользоваться этим прибором. На избирательные участки Волжского уже поступило достаточное количество бюллетеней. По закону они были отпечатаны за 10 дней до голосования. Но на финише из предвыборной гонки выбыли пять кандидатов в депутаты Волжской городской думы. Их фамилии будут вычеркнуты из избирательного списка. В четверг участковые избирательные комиссии получили избирательные бюллетени. Сейчас они работают с ними, ставят печати, подписи участковых комиссий, производят вычеркивания тех кандидатов, которые выбыли в избирательной кампании, регистрация которых была аннулирована. Молодым людям, которые впервые придут голосовать на избирательные участки, а это 17 тысяч жителей региона, будут вручены брошюры с Конституцией России. Таким образом, обл. избирком стремится повысить электоральную активность молодежи и сформировать положительное отношение к институту выборов в целом.